чтобы произвести обновление за те сроки о которых мы говорим 8 лет темпы строительства являются очень критичным элементом в израиле обычно занимает по-хорошему два года уже возвести само здание после того как получены все разрешения в последнее время из-за того что строительная индустрия перегружена этот срок увеличился до трех лет можем ли мы его сократить значительно например до полугода вот такие примеры в частности я обнаружил в тель-авиве возводили 30-этажные дома была приглашена китайская фирма и она из монолитного бетона который заливается затвердевает возводила со скоростью один этаж в день один этаж в день чтобы достиг такого темпа им приходится использовать так называемые ускорители затвердения цемента потому что обычная обычный темп там несколько дней до недели требуется бетон затвердеть так чтобы можно было возводить следующий этаж это так называемые цемент акселерейтер ускорительные цемента другая часть работы которая занимает огромное время это уже внутренние работы по инсталляции там канализации водопровод электричество и внутренняя отделка если есть достаточно рабочие силы такие работы хорошо бы вести в две-три смены а чтобы вести в две-три смены нужно не мешать окружающим жителям если вблизи того микрорайона который обновляется есть еще какие-то дома и проблемы борьбы с шумом мы посвятим несколько слайдов дальнейшем но кроме того очень важный элемент можно использовать заранее изготовленные панели prefabricated по-английски говорят которые уже в себе содержат все нужные службы вот вам пример китайской фирмы это видео присутствует на ютубе которая смогла возвести 30-этажный дом за 15 дней значит как он устроен там каркас в основном металлический а панели вот если вы посмотрите панель перекрытия она делается на заводе и при ее изготовлении уже под полом все нужные службы вода электричество и так далее они уже сделаны и вплоть до того что облицовка полов сделаны и вот эти панели очень аккуратно упаковываются защищается и везутся на стройку и таким образом темпы строительства неизмеримо возрастают ну а дальше мы уже поговорим как мы знаем шум это настоящий бич строительной индустрии страдают в первую очередь сами строители но также жители окружающих домов люди находящие вблизи стройки вот отдела защиты окружающей среды правительство гонконга подготовил замечательный материал о возможностях значительного уменьшения радикального уменьшения строительного шума вот для примера децибелах показано самые шумящие механизмы строительства это как отбойные молотки вот здесь показано децибелах а также отбойные вроде типа отбойных молотков которые установлены на экскаваторе ну так же как мы знаем забивание свои но и просто сумма строительной техники от бульдозеров и так далее он очень велик и вот в нижней части этой таблицы показано что же можно сделать если использовать современные менее шумящие способы но как мы видим что сумма уменьшаться на десятки децибел ну вот один из таких ярких примеров забивание свои вместо того чтобы забивать свои ударным способом можно их их вдавливать с помощью гидравлического механизма silent пилинг бай пресс-ин мессов и кроме того эти механизмы становятся еще более эффективными если свои которые чаще имеют такую трубчатую форму они частично вращают ну вот у меня даже есть на этом слайде ссылки на видео которые демонстрируют работают механизм дальше как разрушать ненужные старые бетонные конструкции крупные техники или даже взрывом а вот есть невзрывные химические расширители их можно закладывать отверстия подготовлены каких-нибудь бетонных конструкций твердых конструкций и там они расширяются и разрушают эти конструкции вот самый популярный расширитель он чрезвычайно прост он изготовлен на основе не гашеной извести так называемый жженой извести оксид кальция а также вот такого совершенно базового цемента который называется портланд цемент ну и вот еще два примера как можно разрушать бетон в разных ситуациях не прибегая к отбойным молоткам на на этом примере вода подается под сверх высоким давлением и она действительно удивительно разрушает бетонные конструкции можно посмотреть это на видео а тем более легко убирает вот наросты бетона допустим которые мешают дальнейшему процессу стройки и вот еще при при примеры ну можно сказать такие клещи гидравлические клещи которые сжимают бетон с огромной силой настолько что он разрушается и рабочий довольно легко выламывает целые части бетонной плиты вот и подводя итог этой теме скажем еще раз какие преимущества ускоренного строительства прежде всего мы имеем хорошую надежду в нужные сроки завершить нашу главную миссию перестроить 800 тысяч квартир в израиле за 8 лет 2 2 очень важный момент приходится отселять жильцов из тех домов которые заменяются перестраиваются и и конечно же отселение на 6 месяцев она намного менее болезненно чем отселение на 2-3 года или намного больше то что происходит сегодня также когда если мы хотим перестроить значительную часть бог города то при устроен ускоренном строительстве одновременно меньшая часть города перестраивается одновременно меньше стройки ведется и таким образом жизнь в городе не будет слишком сильно нарушена на этот период и также меньше страданий жильцов окружающих домов и районов строительного шума кроме того есть очень важный экономический момент для строительства нужно арендовать довольно дорогую технику подъемные краны экскаваторы и так далее она стоит очень больших денег если эта техника арендуется на полгода скажем вместо двух-трех лет экономия очень большая а также кредит банки вложение строительство она имеет определенные риски строительные подрядчики бывают успешные бывают менее успешной и банки могут брать существенный процент по кредиту так что эта часть суммы тоже может очень сильно экономить